Я знаю, что такое время. Пока не задумываюсь о нём. Пожалуй, эту цитату философа Аврелия Августина, жившего больше полутора тысяч лет назад, можно считать актуальной сегодня. А если задуматься о путешествиях во времени? И не о том, а обычном для нас перемещении, которое ведёт от детской колыбели к старости. Настоящее путешествие в будущее или прошлое – вот чего нам действительно хочется. И вот что действительно сложно представить на практике. Пока вопрос о возвращении назад во времени остаётся спорным, наука не отрицает возможность отправиться в будущее. Но как это сделать? Физика объясняет время как четвёртое измерение. Проще говоря, всё в нашей реальности имеет ширину, высоту и длину. Это три измерения. А вот длина во времени – четвёртое. То, что мы измеряем время минутами, часами или днями, не означает, что оно имеет постоянную скорость. Это можно сравнить с течением в реке. Вода движется в разных местах с разной скоростью, как и наше неуловимое время. Но именно в этой относительности и кроется ключ к путешествиям через четвёртое измерение. Великий Альберт Эйнштейн предполагал, что время может затормозить материя. И он оказался прав. Чем тяжелее предмет, тем сильнее замедляется время рядом с ним. Доказательства тому летают над нашими головами – это спутники GPS. В каждом из спутников установлены суперточные часы, которые каждый день убегают вперёд на одну треть миллиардной доли секунды. Но, конечно, их ежедневно корректируют. И дело здесь не в сломанных часах, просто из-за большой массы Земли время на её поверхности течёт немного медленнее, чем на орбите. Теперь представьте себе самую мощную из естественных машин времени, которая весит, как несколько миллионов наших Солнц. Конечно, вы догадались, что речь идёт о чёрной дыре. Небезызвестный физик-теоретик Стивен Хокинг подсчитал, что если вывести космический корабль с людьми на правильную орбиту возле чёрной дыры в центре нашей галактики, то время для этих сумасшедших на корабле замедлилось бы вдвое. Если они будут двигаться по этой орбите в течение пяти лет, то на Земле пройдёт уже десять. Получается, что экипаж вернётся на Землю будущего, где их бывшие сверстники будут уже на пять лет старше них. Такое вот путешествие в пространстве и времени. Ещё один ключик к прыжку в будущее – это скорость вашего передвижения. Если вы двигаетесь со скоростью, близкой к скорости света, то неизбежно перенесётесь в будущее. Чтобы понять, как это работает, Стивен Хокинг придумал сверхскоростной поезд, пассажиры которого оказались бы в настоящей машине времени. Проложим дорогу для этого поезда вокруг Земли. Состав будет кружить, набирая скорость всё быстрее. Как мы знаем, достигнуть скорости света законы физики ему не позволят. Зато он сможет к ней приблизиться. И вот наш поезд делает уже семь кругов в секунду. А вернувшись домой через неделю, пассажиры увидят, что на Земле прошло не две недели, не даже месяц, а целых сто лет. В данной ситуации время для путешественников замедляется значительно сильнее, чем на орбите чёрной дыры. А почему оно вообще замедляется? Это так называемая защита допустимой скорости. Если один из пассажиров неожиданно захочет побежать со всех ног в сторону движения поезда, чтобы превысить или хотя бы догнать скорость света, его ждёт большое разочарование. Законы природы будут всегда замедлять время, чтобы защитить допустимую скорость. Кстати, все вы знаете аналог такого поезда – Большой Адронный Коллайдер. Именно там учёные и выяснили, что время замедляется для объектов, движущихся со скоростью 99% от скорости света. Пимизоны – быстро разрушающиеся частицы. Даже очень быстро. Они существуют всего 25 миллиардных секунды. Но когда их разгоняют до уже известной нам скорости, то они существуют дольше, в 30 раз. Вот вам очередной факт в пользу реальности таких мероприятий, как путешествие в будущее. Путешествие в прошлое, как мы уже говорили, пока даже не представляется возможным. Одна мысль об этом порождает много парадоксов. Связано они с тем, что в этой истории следствие будет следовать перед причиной, что кажется невозможным. Однако, если придерживаться теории о мультивселенной, то вы можете отправиться в своё прошлое, но только в параллельной вселенной. Тогда ваши действия не отразятся на вас в родной вселенной. Правда, в неё вы уже не сможете попасть. Практически каждый из нас мечтает разгадать связанные с этим тайны и получить власть над временем, которое порой кажется беспощадным. В 2014 году на основе научных работ известного физика Кипа Торна был снят потрясающий научно-фантастический фильм «Интерстеллар». В этой картине братья Ноланы попытались показать, как может выглядеть пятое измерение и путешествие во времени. Удалось ли им достоверно с научной точки зрения воссоздать то, чего мы никогда не видели? Что мы знаем об измерениях нашей Вселенной? На данный момент самой стабильной в теоретической физике считается М-теория, которая, в свою очередь, является воплощением теории струн. М-теория подразумевает наличие целых 11 измерений. Кроме того, существует некая F-теория, которая насчитывает уже 12 измерений, среди которых два являются временными. Однако мы пока можем ощущать лишь четыре. Наше привычное трехмерное пространство как бы двигается по линии, причем только в одном направлении. Эту линию мы называем временем, которое служит для нас четвертым измерением. Назовем его линией жизни, по которому мы можем двигаться лишь от прошлого к будущему. Если для наглядности взять мяч в состоянии покоя, то для двухмерного пространства это круг, для одномерного — линия, для трехмерного — сфера, или тот самый мяч. В четырехмерном пространстве тот же самый мяч, но только прыгающий, на протяжении всего своего пути создает фигуру в виде трубы с полусферическими краями. То есть в четырехмерном пространстве мяч — это труба, а сфера — трехмерная проекция этой четырехмерной фигуры. Но что произойдет, если мы увидим пятое измерение? В «Интерстелларе» нам показали версию пятого измерения, каким его себе представили создатели фильма. Это своеобразный гиперкуб, состоящий из огромного количества комнат дочери главного героя. Каждая из этих комнат представляла собой трехмерное пространство в любой момент времени его существования. И герой связывался с дочерью в прошлом при помощи гравитационных аномалий. Такое представление не противоречит научным трактовкам. Пятое измерение можно назвать плоскостью более высокого порядка, которое состоит из совокупности отдельных ответвлений от линий жизни, то есть всех возможных событий. А если верно предположение о существовании бесконечного множества параллельных реальностей, то в пятом измерении мы должны видеть все линии всех возможных параллельных реальностей, которые уходят в бесконечное множество направлений. Сложно представить, как такое может быть. Возможно, есть существа, которым уже доступно пятое измерение. Как тогда выглядит их жизнь? Законы физики здесь, скорее всего, будут работать по другому сценарию. Именно в пятом измерении должно сгибаться четырехмерное пространство-время, чтобы сблизить две точки напрямой. Происходит так называемое искривление пространственно-временного континиума, без которого путешествие во времени вряд ли возможно. Можно с уверенностью сказать, что для существ, в котором доступны другие измерения, время означает нечто иное. Фильм «Интерстеллар» подарил нам красивую художественную визуализацию того, о чем пока лишь пишут ученые. Человечеству еще не удавалось увидеть или ощутить больше четырех измерений и воздействовать на время. Поэтому мы очень благодарны создателям фильма, которые смогли вообразить и показать нам пятое измерение и гравитацию сквозь время, которые действительно повергают нас в шок. Ведь человек пока не способен столкнуться с чем-то подобным. А вдруг все выглядит именно так? Откуда нам знать? Такое кино заставляет людей думать, рассуждать, интересоваться наукой, и это нас очень радует. А теперь рассказывайте, куда бы вы хотели отправиться, путешествуя по четвертому измерению. Мы тем временем уже побывали в недалеком будущем и узнали, что ты поставишь нам лайк, чтобы следующий наш выпуск был еще круче. Поэтому мы говорим огромное тебе спасибо, наш лучший зритель. Не забывай, что каждый твой лайк делает науку более популярной. Субтитры сделал DimaTorzok